Приветствую! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на октябрь 2023 года. Октябрь у нас невероятно важный месяц во втором полугодии, потому что на него приходится два затмения. И, кстати, одно из них самое сильное вообще в 23 году. Это солнечное затмение в знаке весов, которое произойдет 14 октября. Однако ему вторит и лунное затмение в знаке тельца. Оно произойдет двумя неделями позже, 28 октября. Итак, как вы поняли, вся октябрьская часть, весь октябрь, это у нас время затмений. Действительно, если мы говорим о неком коридоре затмений, то есть о том времени, когда работа затмений на нас наиболее полноценна, наиболее сильна, это время с 30 сентября, потому что как раз-таки за две недели до первого затмения начинается коридор затмений. Это время с 30 сентября по 13 ноября. Это вот как раз-таки непосредственно коридор затмений. Время, в котором наиболее сильно проявляется влияние затмений на нашу жизнь. Однако, если мы говорим о самом-самом ярком проявлении, то это, конечно, плюс-минус неделя от каждого затмения. Про коридор затмений, вот этот вот именно, и про самое сильное затмение в нем я уже сняла отдельное видео. И там я рассказала даже и про некоторые знаки. Поэтому попрошу вас найти его в моей ленте, где бы вы меня не смотрели. И, кстати, если уж мы говорим о том, где вы меня смотрите, то подпишитесь на меня, пожалуйста, там, где смотрите. Смотрите меня на ютубе, подписывайтесь на ютуб и обязательно ставьте колокольчик. Так вам придет первым известие о том, что у меня вышло новое видео. Смотрите меня на Дзене, подписывайтесь на Дзен. Смотрите меня в паблике ВКонтакте и вообще больше пользуйтесь ВКонтакте, подписывайтесь на мой паблик. Ну и, конечно, подпишитесь на мой телеграм-канал Астрология с Ермолиной Татьяной, потому что там я выкладываю такое большое количество информации и аналитического материала, который я не пащу нигде. Что касается того месяца, которой мы будем проживать, то, как вы уже поняли по моему анонсу, это очень важный месяц, который может принести многим из нас действительно серьезные перемены в жизни. И, конечно, есть определенные моменты, которые загодя могут нам сказать о том, что вот именно в нашей судьбе могут произойти какие-то очень важные события. Вот пять таких очевидных признаков я даже специально для вас выписала в отдельный чек-лист и даже там в этом чек-листе привела информацию о том, что же все-таки имеет смысл делать в этом коридоре затмения, если бы вы узнали себя хотя бы в одном из этих признаков. Этот чек-лист абсолютно бесплатно доступен по ссылке в описании под этим видео. Если вам интересно, то скачайте его, посмотрите, проверьте обязательно, ну и воспользуйтесь рекомендацией, потому что в этом видео непосредственно, но только лишь о затмениях я говорить не буду в связи с тем, что у нас на самом деле кроме затмений еще есть некоторые важные события в этом месяце. Однако, конечно же, затмение как некая директивная сила, которая действует на нас и которую мы наименее контролируем, безусловно, требует очень-очень нашего тщательного внимания. Поэтому не забудьте скачать чек-лист и проверить себя. Что касается этого месяца, помимо затмений, даты я уже их привела, коридор затмений вам назвала, есть у нас еще также и немаловажные события, которые произойдет буквально в самом начале октября. Это переход черной луны, которая у нас ходит по каждому знаку по 9 месяцев, переход ее в новый знак, это в знак Девы. В знаке Девы она будет находиться с 4 октября этого года по 30 июня 24 года. И, конечно же, если вы родились под этим солнечным знаком или же, возможно, вы знаете свою карту и знаете о том, что ваша черная луна находится в этом знаке, то, безусловно, вы почувствуете на себе за время транзита этой черной луны по Деве то, что она несет, а несет она искажение. Вообще про черную луну можно говорить достаточно долго. Во-первых, потому что сама по себе она фиктивная точка, ее влияние, с одной стороны, очень не очевидная для нас, а с другой стороны, она крайне важная в некоторые периоды нашей жизни. И объяснение, ну скажем так, в двух словах тому, как работает черная луна, не дашь. Поэтому о транзите черной луны я сделала по Деве, да, черной луны, я сделала целое видео. Я его уже выложила в свои ленты и на ютубе и в дзене. Посмотрите, пожалуйста. Ну и, конечно, у меня будут посты про черную луну и про то, как она действует прям по знакам зодиака в паблике ВКонтакт и будет еще в Телеграме. Так что я, как я уже предлагала вам, подпишитесь и туда и туда, чтобы быть в курсе всех абсолютно новостей. С транзитом черной луны с ее переходом именно в новый знак, именно в октябре, связана очень важная история. Дело в том, что при переходе в новый знак, в Деву, черная луна встречается с планетой Венеры, которая буквально через несколько дней тоже перебегает в этот знак. И совместно они вплоть до солнечного затмения, а именно до 14 октября, делают оппозицию на планету Сатурн, которая в это время стоит в противоположном знаке от Девы, в рыбах. Ну, вообще, конечно, Сатурн не только в это время стоит в рыбах, он стоит уже с марта месяца этого года и будет там вплоть до 25-го года находиться включительно. Но, тем не менее, вот сейчас у этой тройки очень важный период, потому что они будут работать сообща, и здесь очень важно, что черная луна в соединении именно с Венерой и в оппозиции к Сатурну. Поэтому первые две недели, предваряющие вот самое сильное затмение года, солнечное затмение в знаке весов, да, которое состоится у нас 14 октября, первые две недели буквально будут очень сложными для некоторых из нас, не для всех. Сама по себе черная луна в соединении с Венерой говорит о том, что нас ждут какие-то искушения или искажения, связанные с понятием пользы и выгоды во взаимоотношениях с другими людьми, потому что Дева сама по себе для Венеры знак непростой, и она делает отношения, отношения, которые вообще символизирует Венера, да, она делает отношения несколько более такими практичными, рациональными. В отношения мы вступаем по Венере в Деве с определенной выгодой, мы ее хотим там приобрести, и это достаточно очевидный момент. Но присутствие черной луны в первые две недели прохождения Венеры по Деве в октябре месяце предполагает, что мы неправильно будем даже рассматривать эту пользу. И, скорее всего, все может получиться крайне неудачно в отношениях с другими. В профессиональной теме и в личной, но в профессиональной, пожалуй, это более неудачно звучит. Еще и потому, что оппозиция к Сатурну в первые две недели этого месяца, к сожалению, говорит о том, что ничего хорошего, ничего результативного мы от этого взаимодействия, скорее всего, не получим. Никакие правила игры не сформируются, никакие порядки, никакие обязательства не создадутся, и это все будет хаотично, достаточно, я думаю, болезненно для обоих сторон, или сколько бы их не было. И в целом это будет безрезультативно. И даже, скорее всего, на мой взгляд, мы выйдем с этого этапа во взаимоотношении с другим человеком с ощущением, что нас обманули. Это может очень сильно исказить наши взаимоотношения в дальнейшем с этим человеком или с этой группой лиц. Это может очень сильно повлиять на то, как нас будут воспринимать люди в дальнейшем. И так как черная луна вообще означает черный пиар и дурную славу, а может быть это тождественное понятие черной пиары и дурная слава, то в таком случае, если мы вступим в такие сугубо рациональные отношения, из которых ничего не произойдет, вполне возможно, что как раз-таки после этого будет еще длинный шлейф каких-то разговоров, сплетен, неприятных ситуаций связанных, которые нас будут возвращать в этот опыт, и мы будем очень сожалеть о нем. Ну, как говорится, предупрежден, вооружен. Астрология ровно для этого и существует в нашей жизни, чтобы показывать нам грядущее и предлагать нам варианты. Да, то есть, по крайней мере, она в данный момент нам показывает, что в отношения для каких-то рациональных взаимодействий и выгодополучения вступать не стоит, особенно тем из нас, кто имеет в первых градусах солнце в знаке Девы, Рыб, Близнецов и Стрельца. Вот, если у вас солнышко буквально в первых пяти градусах находится этих знаков, тогда, скорее всего, это положение действительно для вас значимое. Вот положение этих трех элементов, Черной Луны, Венеры и Сатурна первые две недели октября. И с большой вероятностью, вот как раз-таки рекомендация вообще быть крайне нейтральным в отношениях, ничего не требовать и никакие такие очень рациональные, практичные взаимодействия не создавать, в этот период это в первую очередь рекомендация, направленная на вас. Я очень ценю безопасность. Вы знаете, на мой взгляд, это то, что нам, если мы ее достигаем, то нам это дарит свободу и определенную независимость, и от фактических угроз, и от психологических страхов. Поэтому я и люблю астрологию именно за то, что она эту безопасность создает, благодаря тому, что правильно информирует. Так что воспользуйтесь советом, но даже если вы не попадаете по знакам или по градусам в подсильное влияние этой тройки, я все-таки вам советую в первой части октября быть предельно аккуратным, в первую очередь в профессиональных взаимоотношениях. Что же касается личных взаимоотношений, то, как мы понимаем, это крайне неудачное время для них. Это будет время, когда с большой вероятностью у нас будет потребность спросить другого человека, а что ты мне можешь дать? Или этот очень неудобный и, пожалуй, не совсем качественный вопрос может направить наш близкий человек в нашу сторону. Да, и нам придется как-то на это реагировать. При этом обратите внимание, если появляется такая мысль у вас, значит, скорее всего, вы отрицаете некую ответственность, которую вы несете в том числе за эти взаимоотношения, что вообще-то у вас тоже есть определенный полуобязательства и тоже что-то должны дать. Если же такой вопрос формируется у вашего возлюбленного, супруга или супруги, то с большой вероятностью сейчас это ее черед что-то отрицать, то есть сбрасывать в себе ответственность, перекладывать ее на вас. И вот таким перекладыванием ответственности мы действительно будем заниматься все первые две недели этого месяца. Поэтому достаточно непростое, я бы сказала, даже где-то драматическое время нас ждет в этом плане, в плане отношений и того, насколько мы можем друг другу что-то действительно разумное, практичное и очень экологичное дать. Но дело в том, что мы не выбираем периоды, где-то там на небе формируются какие-то тенденции, да, мы в них живем, но у нас есть свободная воля и она реализуется в том, что мы можем выбирать реакцию и можем выбирать поведение и соответствующие мысли, которые в этот период нас будут вести и формировать наши взаимоотношения с другими. Так что подумайте, что бы вы хотели во взаимоотношения в этот период принести. Но давайте немножечко дальше двинемся. Итак, самыми, конечно же, такими жизненно важными периодами в этом месяце является, конечно, это коридор затмений, а именно те две точки, которые нас больше всего беспокоят. Это солнечное затмение 14 октября в 22 градусе весов и 28 октября в 6 градусе тельца у нас будет лунное затмение. Да, вот эти два дня действительно очень важны. В них я не советую делать каких-либо значимых шагов. В них я не советую делать каких-либо значимых практик и ритуалов. Прошу обратить внимание, что я вообще большая противница того, чтобы мы на затмение какую-то программу закладывали в свою жизнь. Осознанно, неосознанно, с помощью реальных каких-то инициатив или вот таких вот практик полумагических, эзотерических, которые нам кажется, может быть, являются какой-то игрой, но на самом деле в такие важные периоды игрой для мироздания оно их так не рассматривает. Это четкий посыл, который вы даете небесам. Небеса принимают их как есть и формируют какое-то событие под них. В затмении формируются события, которые мы очень плохо контролируем. Можно сказать, вообще не контролируем. И они развиваются по какому-то своему определенному циклу. Поэтому обратите внимание, что в эти два дня вам точно не надо ничем серьезным заниматься. Не инициируйте ничего значимого, никаких важных стартов. Отдельно я, конечно же, расскажу, рассказала уже точнее в отдельном видео о том, что из себя представляете эти два затмения, какой они смысл для нас несут. Поэтому здесь я уже не буду повторяться по этому поводу. Пожалуйста, посмотрите именно эти видео. Здесь я скажу другое, что в октябре месяце формируется очень сильное влияние трансформирующего знака на нас. Это знак Аскорпион. И дело в том, что с 12 октября в этот знак переходит планета Марс. Она будет в этом знаке до 22 ноября. Потом 22 октября сюда же присоединяется планета Меркурий. А 23 октября сюда присоединяется Солнце. И получается, что в последние 9 дней этого месяца на небе просто фаворитом является знак Скорпиона. Однако он вступает в свои права уже 12 октября. То есть еще до того, как Солнце перешло в знак Скорпиона. И у всех Скорпионов начался новый значимый период. С которым я, кстати, вас, Скорпионы, и поздравляю всех. Но на самом деле ваше влияние начинается еще с 12 октября. А именно с перехода планеты Марс в знак Скорпиона. Итак, что же нам несет сильный Скорпион в октябре? Буквально вся вторая половина месяца о нем. И она, конечно, о трансформациях. О той силе, которая в себе несет этот знак. О той мощи изменений внутренних и внешних, которые он может в нашу жизнь привнести. Безусловно, скопление планет в этом знаке говорит о том, что у каждого из нас станет актуальной та часть жизни, которая этим знаком представлена. Если вы знаете свое время рождения хотя бы примерно, ну где-то в районе плюс-минус 10 минут, то вы можете построить свою карту в любом бесплатном астропроцессоре и посмотреть, в какой дом попал знак Скорпиона. Каждый дом – это жизненная ситуация, жизненная тема. И именно в этом доме, в этой теме у вас будет очень много энергии. Во второй половине октября 23 года. Этим можно уже точно пользоваться. Поэтому прошу вас полюбопытствовать на этот счет. Но если мы говорим в целом о влиянии, то это, конечно, время очень больших глубинных перемен. Скорпион в целом – это, конечно, знак непростой. Он требует того, чтобы все пришло в движение и чтобы сформировался действительно совершенно новый этап. И так как это все еще происходит в коридоре затмений, я бы сказала, в самом центре сердца затмений происходит формирование или усиление влияния этого знака на нас, то можно предположить, что вся вторая часть октября просто сплошь усеяна какими-то глубокими переменами, трансформациями, конфликтами, кризисами. И, может быть, даже очень такими, я бы сказала, сложными событиями, которые связаны, например, с каким-то сильным повреждением нас, психологическим какой-то травмой или реальной физической. Поэтому прошу вас следить за прогнозами моими недельными. Я там буду предупреждать о таких вещах заранее вас. Что еще могу сказать об этом месяце? Ну, вопрос Скорпиона, вы знаете, он просто нисходит с моих уст, потому что Плутон, как управитель Скорпиона, в этом месяце переходит в директное движение. Обращу внимание, что в директное движение он перейдет 10 октября. И вплоть до 2 мая 2024 года он будет ходить директно по части Козерога, который он прошел ретроградно. Это буквально, получается, первые 2 градуса, последние 2 градуса Козерога он прошел. И первые 2 градуса Водолея он тоже в этом директном движении затронет. Но отсюда могу сказать, что у тех из вас, у кого в последних градусах Козерога, это там 27, 28, 29, 30 градус Козерога, что-то значимое есть. В этом октябре, скорее всего, будет какое-то важное событие для вас. Потому что, ну, когда Плутон разворачивается именно на аспекте к вашей планете в этом знаке, то с большой вероятностью то событие, которое энергетически для вас сформировалось с июня этого года, оно, наконец, с большой вероятностью реализуется. Но если его реализация не придется на первые 10-15 дней этого месяца, вполне возможно, что просто более сильным будет то событие, которое дает вам затмение просто, то в ноябре месяце, в первых буквально 15-20 днях ноября, оно точно сформируется для вас. Вот, но это уже, конечно, более длительный прогноз. Но, тем не менее, забегая вперед, могу сказать, что точно для тех, у кого в последних градусах Козерога находится там Солнце, может быть, Луна или какая-то другая планета, вы это можете спокойно узнать по карте вашей рождения, да? Да, то Плутон, конечно, значимые события даст. Кстати, раки в этих же градусах, висы и овны, не расслабляйтесь. Плутон точно так же на вас работает. 27-28-29-30 градус этих знаков он тоже в октябре или в ноябре очень сильно затронет своим переходом в директное движение. Да, ну и давайте в заключение я скажу о том, что у нас и планета Меркурий тоже свою лепту внесет в этом месяце. Она пробежит буквально до 22 октября весь знак весов и то, что за один месяц она пробегает три знака, частично это знак еще Девы, потом знак весов, а с 22 ноября уже она попадет в знак Скорпиона, говорит о том, что она набрала скорость. И на вопросы, связанные с коммуникацией, с передачей информации, она влияет крайне позитивно. Поэтому прошу обратить ваше внимание, что поездки, передвижения, договоренности, какие-то коммуникации, все, что связано с документооборотом в этом месяце звучит намного более лучше, намного более результативным, чем в сентябре и даже в августе этого года. Еще раз напоминаю о том, что у меня есть чек-лист, по которому вы можете посмотреть, влияет ли на вас затмение этого октября. Там есть прям пять признаков и также в чек-лист я добавила информацию о том, что же делать, если вы такое влияние обнаружили. Этот чек-лист вы можете скачать вот прям по первой ссылке в описании под этим видео. Я же прошу поставить лайк этому видео, если вам оно понравилось. И я с вами прощаюсь, но только до новостей, то есть до новых прогнозов. До свидания!